Время оборота на величине Время оборота на величине И вот он товар произвел, капитан у него закончился Он товар куда-то отгрузил, товар поступил в сферу обращения В сфере обращения одномоментно ничего не делается Или там долго продается, или долго едет в Индию, или долго денег ждет Короче, есть наряду с рабочим периодом Период оборота включает в себя и период обращения А что делать в этот период обращения нашему производящему капиталисту? Он ничего делать не может, потому что у него денег нет Он матьяров купить не может, рабочим платить не может И у него, вон его все стоит Это очень плохо И вот Марк здесь писал даже по этому поводу Такую сделать Ну это понятно, что это очень плохо, когда производство прерывается Ну вот Марк здесь написал Если даже отвлечься от сравнительно большой порчи основного капитала За время его бездействия в течение 16 недель И от удорожения труда, который приходится оплачивать в течение всего года Хотя действует он только часть года Такие регулярные перерывы процесса В течение совместимы с практикой современной крупной промышленности То есть прерывать производство ему нельзя И что здесь Марк видит, какие выходы? Во-первых, можно уменьшить на рабочий период основной капитал И соответственно сделать более то, чем производство Или там делать более маленький паровоз, более легкий Или меньшую партию товара, меньше корабль нанимать А оставшийся капитал, вот на то время, когда товар, произведенный за счет первого капитала Поступил в обращение, впрыскивать второй капитал И на его основе работать Но это пишет Маркс очень плохо Потому что, во-первых, зачастую нельзя меньше работать Ну а потом тут это, ну явно, что пример с маленьким паровозом Он явно натянутый и так далее Ну не избежать этого И тогда, значит, Маркс говорит второй путь Это надо откуда-то вытаскивать добавочный капитал Причем Маркс пишет, что там кредит даже не рассматривается вначале Это добавочный капитал, его вкрадывать И тогда, так сказать, мы получим как бы два капитала Маркс их называет один и два Ну и тут Маркс скрупулезно рассматривает разные случаи Когда период обращения равен периоду, рабочему периоду Либо кратен ему Это такой пример искусственный Два капитала не пересекаются Либо в большинстве случаев эти капиталы пересекаются И тут время от времени Вот этот капитал, который вроде добавочный выражили Он вновь оказывается в распоряжении капиталиста Он высвобождается И вот Маркс пишет, что эта система является основой кредита Потому что, в общем-то, конечно, нормальный добавочный капитал брать в виде кредита Материальная основа кредита И второе Что необходимо, вот вывод тоже вытаскивает Необходимо всеми сирами сокращать вот этот парадетический период обращения Вот это вот Маркс здесь рассматривает случаи Что случится, если измениться период обращения Изменились цены на материалы и на рабочую силу Изменились цена товара отпускного Что там при этом происходит Ну и вот, в общем-то, вот в этом суть гравы И вообще, мне кажется, она больше может быть полезна капиталисту А что касается вот расчетов Маркса разных случаев То Энгельс там где-то заметил Что хотя Маркс очень скрупулезно производил расчеты И оставил там сколько-то тетрадок Довольно много с этими расчетами к этой граве Но, тем не менее, Маркс там не в парне владеет счетоводством Как пишет Энгельс или, как сейчас сказали бы, бубартерией Поэтому Энгельс вот взял только минимум Вот этих его расчетов И, в общем-то, смысл вот этой гравы Кроме того, что я сказал Вот мне, например, кажется, что она больше полезна Капиталисту для каких-то практических расчетов Чем вот для нас Как смотрящих на интересы рабочего краса Или что-то я не так сказал, Виктор Иванович Могу сказать, повторение, мать учения Ну, повтори, гадно Ну, вопросы просто были у товарищей Поэтому я вот это самое Хорошо, правильно Кратко еще раз пробежал Значит так Это по 15 Ну, а по 16 это граве, кто что скажет Тут вот как раз переменный капитал Оборачивается А переменный капитал – это наше самое родное Это наша заработная плата Оборот переменного капитала Какие здесь основные веки у нас? Надо вспомнить, чем отличается оборот Основного капитала от оборота Оборотного капитала Который мат подразделяет на Постоянный оборотный капитал И переменный оборотный капитал Ну, видимо В самом начале главы дает это вводный Ну, да, постоянный капитал Он хотя изнашивается И тоже переносит свою стоимость на продукт Безусловно Но, тем не менее О нем можно как бы забыть Капиталист купил встановку И на 10 лет он о нем может как бы забывать А вот оборотный капитал Без него никак Без оборотного капитала Невозможно возобновить цикл производства Поэтому Совершенно верно То есть основной капитал Он присутствует в потребительной форме Несколько циклов оборотов Да А оборотный капитал Что и постоянная его часть Что и переменные Нужно возмещать полностью После каждого Оборота Да Ну и дальше Марс Применяет такой научный метод Он называется абстракция Он абстрагируется от основного капитала И постоянной части оборотного капитала Для того, чтобы выявить закономерности Влияние Оборотов переменного капитала Да Ну вот перед этим здесь вот интересно Мне вот Как-то об этом понятно Но тем не менее вот он говорит Что если скажем за год 10 оборотов И Норму прибавочной стоимости 100% В одном обороте То за год уже эта норма составит Тысячу процентов Вообще-то говоря То есть На вложенный капитал За год Если 10 оборотов за год Ты получишь не Этот капитал 10 таких Кравоначально вложенных капиталов Вот это понятно Вроде бы с самого начала было Но это вот такая цифра Она в общем-то Она впечатляет Вот как раз Первый параграф этой главы Как называется Годовая норма Прибавочной стоимости Прибавочной стоимости Да И Марс как раз Расследует Или исследует Различия Между Скажем годовой нормой Прибавочной стоимости Действительной И вводит понятие Действительная норма Прибавочной стоимости Это ключевое понятие Этого параграфа Да 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 Это все Наверное А годовую куда дели Виктор Иванович Нет Годовая Это и есть Годовая Так это и есть В год Не Вы говорите Действительная Ключевая Да Так она вот и называется Не ключевая Действительная Норма Прибавочной стоимости И годовая И годовая Вот А тот смотри На самом деле Да Тут есть Определение Отношение Всей массы Прибавочной стоимости Произведенной В течение года В сумме стоимости Авансированного Переменного Капитала Ну в одном Случае 500 фунтов Стервингом В другом Он берет 5000 И сравнивает Мы Мы называем Годовой Нормой Прибавочной Стоимости Да Отношение Всей массы К сумме Авансированного Капитала Ну в одном Случае 100% У него Выходит Там В другом 1000 Возникает Путаница Типа того И дальше Вот она Объясняет Тут дальше Это явление Производит Конечно Такое Впечатление Впечатление Как будто Норма Прибавочной Стоимости Зависит Не только От массы И степени Эксплуатации Рабочей силы Приводимой В движение Переменным Капиталом Ну и Кроме того От каких-то Необъяснимых Влияний Утекающий Утекающий Из процесса Обращения Это явление Действительно Истолковывалось Именно таким Образом Ну и Разла Вызвало Разлад В школе Рикарда До этого Было Получается Так Что это Не исследован Этот момент Так выходит Да Совершенно верно Да Получается так У меня Предложение Давайте мы Пойдем По логике Маркса Да Сначала Вспомним Что такое Норма Прибавочной Стоимости Напомним Себе Самим Ислушителям Кто Может Сказать По-моему Это отношение Прибавочной Стоимости К авансированному Переменному Капиталу Это короче Отношение Прибавочной Стоимости К переменному Капиталу Совершенно верно И в первом Томе Маркс Вывел Законы Производства Прибавочной Стоимости Там один Такой Основной Он Что гласит Маркс Если его Повторяет Что При Одинаковой Норме Прибавочной Стоимости Равновеликие Капиталы Создают Равновеликие Массы Функционирующего Переменного Капитала Производят Равновеликие Массы Прибавочной Стоимости Совершенно верно Вот Спасибо Сергею Алексеевичу Четко Сказать Это Дозу И вот Такой Вопрос А что Исследует Маркс Во втором Томе Капитала Оборот Соответственно В данном Параграфе Он исследует Влияние Оборота Капитала На Вот Норму Прибавочной Стоимости С чем Это связано Вот Два Примера Маркс Привод Значит Один Равновеликий Капитал Но Один Делает Десять Оборотов За год А другой Только Один Оборот И Маркс Абстрагируется От Постоянной Части Оборотного Капитала И от Основного Капитала Он Рассматривает Только Переменный Капитал И Что Получается Что Есть Различие Между Авансированным Капиталом И Примененным Капиталом Примененным Реально В производстве Ну вот Возьмем Там У Марса Пример Капитал Б Вернемся К примеру Ивану Михайловичу Что Делается Какой-то Большой Товар Скажем Парауз Его Надо Делать Группе Рабочих В течение Года Пароход Уже Скорее Ну Пускай Не важно Паровоз Пароход В течение Года И Что Здесь Получается То есть Капитал Совершает Один Оборот Да А Марс Берет Там В качестве Примера 50 Рабочих Недель Да Скажем А Выплачивается Заработная Плата То есть Переменный Капитал Еженедельно Ну Там У него Один Пример Скажем Если Пять тысяч Авансированный Капитал Должен быть Переменным Пять тысяч А Выплачивается Еженедельно То есть Реально Примененный Будет Сколько Писто 100 фунтов В неделю 100 фунтов 100 фунтов То есть Вот Какая-то Группа Рабочих Пускай Если Там 10 Человек Если В неделю По 10 Фунтов Стен Вот 10 Человек И Работают 10 Рабочих В течение В течение Спички Вот Неделю Отработали Здесь Получается Различие Между Авансированным Капиталом И Примененным То есть Еще раз Примененный Вот Кстати Здесь Маркс Очень Последовательно Проводит Положение О производительном Труде Базовое О котором Он писал В первом Томе Капитала И Катурском Капиталистическом Производстве Трансформируется В то Что Стоимость Новая стоимость И прибавочная Стоимость Как часть этой стоимости Создается Трудом Рабочих Непосредственно В производстве А не Геттерном Обращении И прочее Это уже Последующие Звения Тепочки И Распределение Распределение Стоимости Ну вот Получается Такой А Соответственно Видоизменяется Формула Нормоприбавочной Стоимости Годовой То есть Берешь Действительную Нормоприбавочной Стоимости Которая Получается От применения От примененного Капитала То есть Прибавочная Стоимость Делена Примененный Капитал Это надо Умножить На количество Оборотов Которые Совершает Капитал В течении Года В данном Марсом Примере Это получается Десять Десять Ну вот Так И попытался Объяснить А дальше Марс Все это Разжевывает Со всяких Сторон Очень подробно И очень Ну вот Товар Товар И он вот Часть этого товара Стоимость этого товара Он получил В виде заработной платы И там На нее приобретает Другие Эквивалентные Товары А вот Это потребление Потребление Да Приметы Потребления Вот А во втором Случа Рабочий Как бы В течение Года Еще ничего Не произвел Но кушает Он каждый День И вот В течение Года Там он Как бы Неделю Кушает Вот Каждый День Но это Самое Через Неделю Как бы Он выдает На рынок Товар Который То что он Скушает Покрывает А здесь Рабочий За счет Авансированного Капитала Кушает Год Но этот Год Он еще Ничего Не произвел И вот Это Накрадывает Свою Свой Отпечаток На Распределение Денег На Распределение Капитала То есть Товары Которые Рабочий Потребляет Они К рабочему Уйдут Но Эквивалентного Товара Рабочий Еще Не дар Весь Год Ну да Это Усложняющий Момент Вот Нагрузку Создает На Эти Самые НСЛ Третий Параграф Прям Заскочили Главы Так В конце В самом Конце Главы Третий Параграф Это Оборот Переменного Капитала С общественной Точки Зрения Ну да Нет Это И В первом Говорилось Это Нет Третий Топараграф Он Вообще Только Об Этому Да Он Нет Это Вот В первом Головице Из Которые Не причастны К производству Этой Прибавочной Стоимости 500 Фунтов Должны Поступать Движкостепенно В течение Следующих 45 Пяти Недель Следовательно Они Вовсе Не существуют Для Производства В тени Первых Пяти Недель О которых Здесь Только Идет Речь И В этом Случе Разница В норме Прибавочной Стоимости У Петаров А и Б Не составляет Никакой Проблемы Ну и Здесь Так сказать По норме Прибавочной Стоимости Далее Вычисляются Действительно Будем Цитировать Норму Прибавочной Стоимости Не Ну Если Считаете Нужно Что-то Рассказать Конечно Да Как бы Зафиксировали Где я тут Фиксировал Закон Хорошо Получается Закон Прибавочной Стоимости Мы Зафиксировали Да Закона Прибавочной Стоимости Нет Есть Закон Производства Прибавочной Стоимости Так Действительная Норма Прибавочной Стоимости Выражает Выражает Ничто Иное Как Отношение Прибавочной Стоимости Произведенной В определенный Промежуток Времени К переменному Капитала Ну в нашем Случае В двоих Тут два Либо Хоть неделя Хоть пять Хоть год Получается В определенный В определенный Промежуток Времени Это Как я понимаю Либо это Время Оборота Либо это Время Кратное В определенный Промежуток Времени К переменному Капиталу Примененному За тот же Промежуток Времени Другими Словами Она выражает Ту массу Неоплаченного Труда Которая Приведена В движение Переменным Капиталом Нашедшим Применение В течении Этого Промежутка Времени Она Не имеет Абсолютно Никакого Отношения К той Части Переменного Капитала Это О котором Вы сейчас Говорили Которая Хоть и была Авансирована Но в данное Время Еще не нашла Себе Применения Ну праздно Лежит Получается Вот она Действительная Норма Ну и Дальше Тут Более Такая Действительная Так Ну первый Параграф Мы закончили Основную Идею Изложили Надеюсь Да Оборот Отдельного Переменного Капитала Да Здесь Макс Рассматривает Оборот Именно Отдельно Как взять Переменный Капитал А вот Тут уже Да Про возмещение Рабочей силы О чем Михайлович Говорили Ну да Изменяет величину Того денежного Капитала Который Приходится Авансировать Для того Чтобы в течение Года Привести В движение Определенное Количество Рабочей силы А следовательно Оно определяет Бедовую норму Прибавочной Стоимости А вот Степень эксплуатации Труда Что это Давайте Вспомним Тут Макс Это Иное Выражение Нормы Прибавочной Стоимости Да Да Степень эксплуатации Труда А что вы Иван Михайлович На последний Говорите Обзац Перескочили Не Не Мы На второй Там еще По-моему Есть Очень важная Мысль Которая Вас Приводит Во втором Параграфе Алло Да Да А вот еще Что-нибудь Существенное Есть во втором Параграфе Есть Конечно Давайте Я что-то Посмотрю Ну Тут Вы Упоминали Тут Он и Рассматривается Рассматривает Что Во втором Случае У капиталиста Б То есть Он С рынка Из сферы Обращения Забирает Предметы Потребления Простите Это у Доиграющего Капиталиста Да Да Забирает Рабочую силу А Эквивалент Он в обращении Не То есть Не Не выбрасывает Общик Такой Диссонанс А далее Вот он Мне вот Понравилось Тут Я написал Про коммунизм А далее Вот он Пишет Если мы Представим Себе Не капиталистическое Общество А коммунистическое Прежде всего Совершенно Отпадает Денежный Капитал Следовательно Отпадает И вся Там Маскировка Сделок Которая Благодаря Ему Возникает Дело Сводится К тому Что Общество Наперед Должно Рассчитать Сколько Средств Круда Сколько Производства И Жизненных Средств Оно Может Без Всякого Ущерба Тратить На Такие Отрасли Производства Ну То есть Чтобы Не Возникал Грубо говоря Дефицит Либо Перепроизводство Это Большое То Дорог Сравнительно Длительное Время Не И Когда Вот Эти Стру Они Не Доставляют Вот Эти Предприятия Крупные Не Доставляют Ни Средств Производства Ни Жизненных Средств И Вообще В течение Этого Времени Не Дает Какого-либо Полезного Эффекта Ну Конечно Отнимает От Всего Годового Производства И Труд И Средства Производства Ну Опять Таки Тут Есть и Положительный Момент В этом Деле Он Пишет Что Начинает Развиваться Сельское Хозяйство Так Как Эти Крупные Предприятия С рынка Потребляют Товары И Средства Производства И Средства Потребления Предметы Потребления И Соответственно Возникает Некоторая Нехватка И Начинается Более Крупная Воспроизводство Как В сельском Хозяйстве Так И В других Отраслях Но В других Отраслях Тут Он Пишет Далее Следует Краф То Есть Некоторое Некое Такое Перепроизводство Получается Нет Ну Это Макс Пишет Когда Возникает Дефицит Каких Товаров И Соответственно Наращиваются Производство Для Возмещения Тро дефицита То Потом Неминуемо Наступает Фаза Перепроизводства Это У него В общем-то Много Где написано Это Здесь Ну Крах Не крах Но Производство Оно Циклично При капитализме Нет Нет Тут Смысл Какой То есть Допустим Строится Железная Дорога На рынке В обращении Возникает Спрос Ну На рельсы На металл Ну да Так как Производство Она Анархичная Вместо Одного Завода По Производству Рельс Вполне Могут Построить 2 и 3 Правильно Спрос то есть Да А По итогу Для этой Постройки Нужен только Один Завод Например Что значит По итогу Ну Тут тоже важно Тут важно Железную дорогу Построить Быстро Потому что Она после этого Начнет большую Прибыль давать Поэтому Здесь может быть Оправданно Что строительство Каких-то Или может Не строительство А может Перепрофилирование Каких-то Производств Металлургических На производство Рельсов Прокатных Станов И так далее И вот Они понаделали Ну а потом Все Да Их надо В другую Сторон Перепрофилировать А сделать Железную дорогу Надо быстро Это здесь Не только Результат Анархии Капиталистического Производства Но это Необходимость Так сказать Определенная Ключевое Слово Ключевое Слово Иван Михайлович Перепрофилирование Это потом Его перепрофилировать Неизвестно Под что Какие-то Венщи Создание Временных Заводов Их практиковали И в советские Времена Вот где-то Где стройки Были большие Скажем Цементный Завод Для строительства Саяно-Шушенской ГЭС Построили Потом его И все И куда-то Он делся Ну конечно На здании Остались Опять-таки Временных Временных Здесь Мы пошли В частности Уже Во-первых Перескочили Второй параграф Третий Что-то мы Все время Спешим А Герасимов Пышал Вносит Диссонанс Ну ладно Давайте уже С третьим Закончим Значит Обратите внимание Маркс Очень Последователен Он Рассматривает Оборот Капитала И он От Кризисов Перепроизводства Цикличности Производства Свойственных Капиталистическому Хозяйству Он Абстрагируется В данном случае Потому что Вот эти кризисы Циклы Они не имеют Отношения Непосредственно К самобороту О чем Идет речь Сергей Алексеевич Правильно Взял Кусочек Из третьего Параграфа И Рассказал О чем Идет речь То есть Когда Осуществляется Производство С длительным Циклом И речь Не идет О времени Там год Пять лет Строить Железную Дорогу Это длительный Цикл Это не Неделя Не месяц Не несколько Месяцев То денежный Рынок Испытывает Огромное Давление Капиталистический Денежный Рынок Чем Это связано Чем Длительнее Процесс Производства Тем больше Требуется Вновь Авансировать Капитал Откуда Его надо Брать И более Того Я даже Ухвачусь За пример Который Вы здесь Немножко Поспорили Там Один Строит Завод Два Или Три Да Не в этом Дело Сколько Заводов Строить Они Там Разберутся Между Собой Капиталисты А в том Что Если Один Завод Построить Который Будет Делать Шпалы Нужно Столько Денег Авансировать А если Три Завода Построить Сколько Нужно Денег Найти В три раза Больше В три раза Больше Получится Давление На денежный Рынок Вот о чем Речь Идет Маркс Не о том Что Быстрее Построить Или не Быстрее Построить Естественно Все стараются Быстрее Построить Хотя Здесь Есть Всякие Преграды В том числе Технические И прочие Вот о чем Идет Речь И Давайте Вернемся Во второй Параграф То есть Третий Параграф Это Оборот Переменного Капитала Мы сейчас Рассмотрели С точки Зрения Общественного Производства Точнее Всего Общественного Капитала А вернемся Во второй Параграф Где Марс Рассматривает Оборот Индивидуального Капитала Там еще Очень важную Мысль Он проводит Вот Марсе Два Примера Приводит Капитал А Который Совершает 10 Оборотов В течение Года Капитал Б Который Совершает Только Один Оборот Так Вот Если Внимательно Посмотрим На оборот Переменного Капитала Который Совершает Много Оборотов В течение Года Ведь Одна Из Таких Позиций За которые Бьются Апологеты Буржуазного Строя И даже Целых Теорий Есть Теория Бережливости Капиталиста Что Вот Откуда У капиталистов Такие Капиталы Громадные Они Очень Экономные Люди Бережливые Не доедают Ходят В потертых Штанах А вот Рабочие Все Тратят Поэтому У них Ничего Нет В общем Транжир Они Поэтому Маркс Здесь Поясняет Вполне Возможно Предположим Что Авансированный Капитал Там У него В примере Бьет 500 фунтов Стиринга Вот Сэкономил Капиталист На всем Экономил Не доедал Не допивал И так далее Бросил Дело И через 5 недель К нему вернулся Этот Капитал То есть Был изготовлен Рабочий Товар Товар Реализован И капиталисту Вернулись Деньги И эти Деньги Он снова Бросает В бой В новое Дело Во второй Цикл И эти Деньги Совершенно Не связаны С бережливостью Капиталистов Эти Деньги Полностью Из Результат Труда Наемных Рабочих То есть Они В течение Вот этого Рабочего Переда Первого Цикла Полностью Воспроизвели Стоимость Рабочей Силы И создали Капиталисту Прибавочную Стоимость То есть Уже По результатам Первого Цикла Капиталист Получил Для капиталиста Дармовые Деньги Результат Чужого Труда Который Он Присвоил Ну Дальше Уже Автоматом По итогам Второго Цикла То же Самое Третье То же Все Уже Уже Пошел Процесс Присвоения Прибавочной Стоимость Экономить Уже Не надо Да Бережливость Капиталист Имеет Отношение К периоду Первоначального Накопления И это Не так Это Можно Предположить Хотя Если Мы вспомним Что Какой он Там Вывод Делает Какие Приводят Примеры Красочные В кавычках Страшные И делают Вывод Что История Первоначального Накопления Капитала Это История Неслыханного Ограбления Прежде всего Крестьян А если Мы посмотрим На получение Первоначального Капитала В нашем В нашем Время То же Самое В начале 90 Неслыханное Ограбление Народу Поговорка Есть Такая Народная Первоначальный Капитал Всегда Дурнопах Есть Фраза Из этой Из Советской Крассики Петрова Все Крупные Состояния Нажиты Нечестным Путем Ну вот Я такое Добавление Был Да Да Это Важно Потому что Здесь Спасибо большое Так Ничего Третий Параграф Так И вы Закончили Уже Фактически Закончили А вот Сергей Алексеевич Говорил Что у него Тут вопросы Последние Две Страницы Да А в чем Вопросы Я вот Посмотрел Здесь О чем Говорится Здесь Говорится О том Что Вот Скажем Производитель Произвел Какой-то Товар И вот Купец Этот товар Повез В Индию Вот Бывают Случаи Когда там Финансовый рынок В благоприятном состоянии Находится И так далее Купец Изъявляет Желание Сразу Оплатить Капиталисту Весь товар То есть Купить его И за свой страх И риск Привезти Куда-то В Индию Это называется Как сказать Ну Как у нас Вот Когда мы Тоже Там По нашей Практике Это называется Сразу Оплатить наличными Или взять На реализацию Вот То есть Здесь Купец Сразу Оплатить наличными И вроде Как Для Производителя Товара Для фабриканта В период Обращения Равен Нулю То есть Он Ну Сразу Произвел товар И моментально Получил деньги Все Для нее Никакого Периода Обращения Нет Ну вот Дальше Марк Начинает Разматывать Что для Общества Он на самом Деле Есть Потому что Купец Должен Доехать До Индии Реализовать Там Этот Товар Потом Там Купить Другой Товар Потом Привезти В Англию И только Тогда Вот для Общества Это все Будет Компенсировано Реализовать Его в Англии Тогда Так Для Общества Будет Это все Компенсировано Вот Полностью И здесь Вот Здесь вот Макс Пишет Продолжительность Рабочего Периода Определяется По количеству Доставляемых Товаров Материальным Базисом Здесь Служит Масштаб Производства Вот В этом Это Продлительность Рабочего Периода А длительность Периода Обращения Материальным Базисом Здесь Следует Читать Отдаленность Местопроизводства От рынка Сбыта То есть Конечно От многих Факторов Может Зависеть От рекламы Там Быстро Ты Продал Медленно Продал Но От материальной Базис Здесь Удаленность Рынков Сбыта В Периоде Обращения Вот И вот Макс Приводит Этот Различие И он Пишет Что Здесь Различие Состоит Только В том Что Вместо Фабриканта Вот Этот Капитал Который Пойдет Дальше Авансирует Купец Так Вот Если Взять Обычно Как мы Рассматривали Перед Этим То есть Рабочий Период Период Обращения И вот В период Обращения Фабрикант Должен Дополнительно Авансировать Капитал 2 Как пишет Макс Да Капитал 2 Ноктирует Купец А не Фабрикант Вот и Все Это Все Понятно А что Непонятно Вот Непонятно Дальше Приплыл Этот Купец В Индию Вот Пишет Возможно Далее Далее Что В самой Индии Пряжа Опять Таки Продается В кредит Да На этот Кредит В Индии Покупается Ее Продукт Да И в качестве Платы Вывозится В Англию А как Это Понять На кредит Покупается Продукт Значит Пряжа Продается Кредит Да То есть Это значит Что кто-то Выплатил Эти Деньги Купцу А пряжу Еще не Так же Как вот здесь Купец Авансировав Вот этого Фабриканта Так же И там Кто-то Дал Купцу Деньги Чтобы он Мог купить Там товар А пряжа Еще лежит Нереализованная Не пойму Ну хорошо Можно так сказать Что купец Взял кредит У кого-то там Потому что Он знает Что пряжа Это будет Он рассчитывает Эту пряжу Продать И этот кредит Вернуть А сейчас Ему нужны Деньги Он взял кредит Купил на эти деньги Продукт В Индии И повез В Англию Так Выстрел Секундочку А то тут Еще последнее Предложение И в качестве Платы Продукт Купленный Вывозится В Англию Или же В Англию Переводится Вексель На соответствующую Сумму То есть Ситуация Усложняется Нет Ну здесь Купец Купец Может Продать А может Взять Под этот Вексель В Индии Товар И провести Его в Англию Чтобы там Продать Это один вариант А второй вариант Он может просто Этот Вексель Взять И привезти В Англию Осталось Выяснить Что такое Вексель Виктор Иванович Долговая расписка Ну грубо говоря Или как Ну да Ну грубо говоря Но это очень грубо говоря Вот Ну может быть и так Может быть и долговая Расписка Может там никаких Усказнений Нет дополнительных То есть Долговая расписка Приплывает в Англию Кто-то Должен в Индии Определенную сумму Денег В Англию Получается так Ну купец Отдал там товар И ему как бы За этот товар Должны определенную сумму Или же В Англию Переводится Вексель На соответствующую сумму Ну окей Потом пишет Если такое состояние Затянется Какое То оно Окажет давление На индийский Денежный рынок А это В свою очередь Может вызвать В Англии Кризис Ну тут надо Покумекать Я думаю Вот это Ну вот смотрите Товар вот есть Он не реализован А деньги ходят Вот Началось все с чего Что Купец Отдал деньги Производителю Да Это самое Фабриканту И фабрикант Их там спокойно Вкрадывает Все такое Но Товар Который Произведен Фабрикантом Он пока Ни о чем Как подразумевается Что Купец Должен Этот товар Реализовать В Индии Получить За него Деньги И привезти Их Этому Деятелю В Англию Почему Он же уже Отдал А нет Нет Не только говорю Он должен В Индии Привезти Это самое И там Получить За этот товар Вернуть Эти деньги Которые Авансировали Английскому Фабриканту На эти деньги Купить В Индии Товар И привезти Их в Англию Тогда здесь Будет определенный Баланс То есть Товар Уехал из Англии Какая-то Сумма товара Потом Товар На эту же сумму Вернулся В Англию Вот тогда Здесь Баланс Материальный Соблюден А если Этот баланс Материальный Не соблюден Если Векселя Катаются То это Оказывает Давление На рынке Сначала На индийский А потом И на английский Виктор Иванович А какая Современная Форма Вот этого Так называемого Векселя Или названия По сути Векселя Сейчас существует Он также есть Электронный Конвенция Которые Эту форму Не берите Есть Женевская Конвенция Которая утвердила Эту форму Векселя Применяется Так и называется А то что там Викторон и Виде Это уже дело Десятое Как Сергей Алексеевич Сказал Да? По сути Они есть Векселя Это по сути Долговое Долговое Обязательство Да Которое Имеет Хождение Там Ну вот Скажем Какая-то Организация Выпускает Вексель На нем Другая организация Ну прежде всего Банк Делает Так называемый Оваль Оваль Такая Подпись Надпись Что банк Гарантирует Вот этот Вексель Это вторая Особенность И третья Векселя Имеет Хождение Там На обратной Страничке Есть много Строчек Где написано Кому передан Вексель И пошло Поехало Да Они имеют Цены Хождение На рынке И так далее Все это Существует Так вот Мы вот здесь По поводу Вот этих Последних Страничек Пока что Вот такую мысль Выдвинули Что вот Купец Фабрикант Вот этот Товар Он мог бы Продать Товар Прямо в Англии И тогда У него было Вложение Потом значит Это приобрело Товарную форму Товар реализовался Капитар И так далее Так все было бы Нормально Ну вот Он его отправляет В Индию И купец Индийский Который в Индию Повез его Он ему Запратил Сразу деньги Ему как бы Авансировал Производство И капиталист Все это Вкрадывает В производство Так как будто бы Он сам эти деньги Взял Хотя на самом деле Этот период Обращения Хотя для капиталиста Он вроде как Равен нулю На самом деле Он не нулевой Он вот и остався Просто его как бы Опратил Капитар 2 Вот этот Период обращения Опратил купец И вот значит Вроде этот Капитар Опрачен Производство Здесь крутится Но товар Не реализован Вот товар Привед в Индию И в Индию Он тоже Может быть Не реализован Он может там Зависнуть на скраде А купец сюда Привез Или корабль Может потонуть Не ну это уж Совсем вы экстремизм Берете Все хорошо Было Значит он Привез в Индию Значит Товар А получил там Взамен Не товар А получил Взамен Вот эту Или он там Кредит взял И на этот кредит Купил товар Или он Привез назад Вексель Вот эту Дорговую расписку Что он там Оставил товар И ему за него Дали вексель То есть это Получается В Англию Вернулся Не товар Который Англичанин Туда Отправил В Индию А вернулась Бумажка Вексельная И это вот Нагрузкой Сначала на индийский Рынок На ледро Нагрузкой А потом И на английский Или я не так Что-то Слишком упрощенно Иван Михайлович Вы исследуете Логики Маркса Она очень простая В самом начале Практически Всех глав Он пишет Что Для исследования Закономерности Изучаемого вопроса Такого-то Большого Надо абстрагироваться От всех внешних Обстоятельств Которые будут мешать Вот он и здесь Сделал Посмотрите В этой главе Он рассматривает Оборот переменного Капитала В чистом виде Как бы Абстрагируется От оборота Постоянной части Оборотного капитала И основного Капитала Потому что В жизни-то На самом деле Все должно быть И там столько Напутано Вот вы сейчас Взяли случай И усложнили его А. Кредитом Б. Векселем В. Еще и Индии И запуталось Марс как пример Приводит Поэтому Этих случаев Будет Миллион Вполне возможно Я был Временно Отключен Вполне возможно Вы изложили Что И такая Может быть Цепочка Здесь Суть в том Что Рабочие За свою Зарплату Потребили Какие-то Продукты Жизнеобеспечения Своего А Эквивалентный Продукт На английский Рынок Не поступил Да В этом Проблема Не знаю Я не помню Пример Нет Дело в том Что Этот пример Он тут и пишет Тамар На последних Двух страничках Ну и тут Появляется Такой Этот термин Во-первых Кредит Купил кредит И вексель И тут Начинаются Грубо говоря Танцы с губнами Что Оно Как вы говорите Все запутывается Там товар Товар из Англии Уплыг в Индию Назад из Индии Товар не приплыг Или приплыг За счет кредита Вот в этом Вся идея и есть Что Материального Материальное Возмещение Не было А вот Пошли Так сказать За счет кредита Как финансовый Кризик Начал надуваться Вот он тут В конце Так пишет После всех Всего этого Описания Поэтому То Что Представляется Кризисом На денежном Рынке В действительности Выражает Аномалии В самом Процессе Производства И восстановления Аномалии Выражает У меня Предложение Если что Еще раз Вернуться Почитать Потому что Я сходу Не готов Аномалия Производства Мне кажется Все произвел Что надо Отдал Купцу Это мне кажется Как раз Аномалия Обращения Сферы Обращения Вот я Это тоже Я здесь нечем Заходу Мне кажется Это сводится К анархии Вообще Капиталистического Производства В конечном итоге Ну Анархии Производства Во всех Сводил Товаров Так И куда-то Деть надо Как вы говорите Приходит Купец Говорит Давай я возьму У тебя кредит Отвезу В Индию Отвозит Он Влез Кредит Отдал Допустим Приезжает В Индию А там Эти товары Не нужны Вот тут Он пишет Лежат На складах То есть Она И начинается Вот это Кредиты Векселя И так Дэ И т.п. То есть Приют обращения Затягивается И вот Хотя Еще раз Для английского Фабриканта Здесь иллюзия Такая Что у него Приют обращения Нет Потому что Ему сразу Деньги отдали За товар То на самом деле Он есть Как бы Этот приют обращения Он никуда не держится Просто его купец Авансировал Задание Давайте А последний Это в третьих Что касается Последний абзац Главы 16 Что касается Самого Примененного Оборотного Капитара Переменного И постоянного То продолжительность Периода оборота Поскольку она Зависит Сына Их Матерапортов И вот Следующим Различием При нескольких Оборотах В течение года Некоторая часть Переменного И постоянного Оборотного Капитара Может быть Поручена За счет Продукта Этого Самого Капитара Как например В угольной промышленности Мы с их готовы Плач И так далее В ином случае Это невозможно По крайней мере Невозможно В течение года Замечательно Давайте Задание А Задание 17 Наверное Да Обращение Прибавочной Стоимости Да Как она там Обращается Прочитать Понять Как можно Больше Все До свидания Да Продолжение следует Продолжение следует...